Двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять шагов Ты еще нормальный? Настраиваешься? Нормально? Ну что, мы идем, спешим, все перекрыто на парад Ну что, не пересекайте двойную сплошную По центральной улице все перекрыто, так классно, идешь по дороге Длиннючий какой лента Лента Это уже был двойный, не трудоу Докладка, а может быть работа Играет музыка Играет музыка Кипиш, кипиш, кипиш Машина там поехала Или не завелась Фу, ну и запах, конечно, жесть Задохнуться можно Сережа И вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рыцарские бои Ой, ну что, ребят, мы пришли Тут вон лаваш себе завернули Пьем чаек Я взяла салфетки Такая говорю, а что это у меня салфетка сложенная То есть в пачке так лежала Тут сложная такая бракованная салфетка Я такая, что такое Разворачиваю, значит, сейчас, смотрите Вот, нарочно не придумаешь Разворачиваю, говорю, чьи штаны? Кто штаны оставил? Вы представляете, это надо было так салфетки Получиться, сложиться, что они реально как штаны И это было просто вот в общей пачке Я начала разделять вот так вот Смотрю, у меня половинка осталась Говорю, что это за половинка? А это чьи трусы, чьи штаны, короче Кто-то оставил у меня тут штаны в салфетках Это вообще Нас же было так, как так отрезалось, интересно Или как это было? Это мои штаны, это мои штаны Бракованные салфетки Это мои штаны Кто-то нам вместо салфетки штаны и положил Не, ну это вообще Первый раз такое вижу Это вообще прикол Реально штаны Ой, вообще мы тут смеемся, сидим Сейчас будем собираться, уже быстро кушаем И побежим Уже у нас тоже выступление Поэтому мы парад быстренько посмотрели И побежали домой Там такая толпа гуляет, да? Ну что, мы уже побежали на второе выступление Переоделись полегче, потому что жара настала И где-то там Вероника идет Ну что, идем там вон концерт Идем сейчас Еду к ней выразить свое уважение к ветеранам Нам повезло, потому что мы... О, а это мы с вами парад Ой, Ледвей, качка А чего вы по-нерусски качаетесь? А мы не русские Хэллоу! Звучит музыка. Вдоль серых стен опустись по сердцем, вверх узнаешь. Сам не рад, небо всегда за нас. Укреться высота мать. Образовательный центр «Ариэль». Вокальная студия «Брэйвис». Песня «Россия, мы дети твои». Руководитель «Чебурная» Вероника Юрьевна. Встречайте. Руководитель «Чебурная» Вероника Юрьевна. Россия! Россия! Люблюсь тобой, оказались ты солнцем. Загладив озёшь золотые поля. И серый слава в нас всегда встаёт царь. С земля где была, с Россией моя. Хэй, хэй, хэй! И космос, а даль, и простор океана. Нас манят за гордачной силой своей. Но ждёт нас Россия, любя и прощая. Как матери любят своих сыновей. Хэй, хэй, хэй! Россия, мы дети твои. Россия! Россия, нужны нам твои голоса. Россия, мы дети твои. Россия, нужны нам твои голоса. Хэй, хэй! Пусть юны со знамена нам мира, и сыны гордым двоим. Россия! Мы все твои дети, Россия, а значит, мы победим! Хей-хей! Россия! Мы дети твои! Россия! Россия! Нужны нам твои голоса! Хей-хей! Россия! Мы дети твои! Россия! Россия! Нужны нам твои голоса! Хей-хей! Пусть звезды твои будут пахнуть дождями, И сменам детей каждый день озарит. Пусть сердце любовь и добро будут с нами, И Родины, и имя так гордо звучит! Хей-хей-хей! Россия! Мы дети твои! Россия! Россия! Нужны нам твои голоса! Хей-хей! Россия! Мы дети твои! Россия! Россия! Нужны нам твои голоса! Хей-хей! Россия! Мы встречаем следующего артиста. Школа номер 14. Вероника сразу пошла в этих кроссовках, не выдержала. Посетие дороги! Тихо зрелиозят хей-хей! Гидарусь дыхалию! день рождения на своих платформах, в штанах, ну, что, идем. Ну, все, Вероника, давай, пока. Ну, что, все, Веронику я оставила, пошла пока домой, что-нибудь поделаю, в 9 часов заберу. Короче, мы идем тут со дня рождения, Вероника тут возмущенная рассказывает, да, как девчонки некоторые сейчас идут. Девчонка там одна, вообще, она быстрее Саши находила, быстрее Саши, именинницы, да? Саши неприятно. Ну, да, ну, да. Она уже крикнула, что... Ну, да. Всем доброе утро, сегодня Вероника у нас готовит, сама учится первый раз в варенике. Сама все готовила, следила за временем. Наварилась в варениках. Уже сидя там. Все? Все выливаю. Все? Отключила плиту, все сделала, да, все проверяешь, чтобы отключено было. Все, это оставляем и маслицем все, потому что слипнется. Я думаю, можете вот туда поставить. Да, поставь. Вот она уже себе тут наварила. Вот так. Еще наварила целую кучу. Это все пачка. Завтрак у нее такой. Я тут драники с колбасой нажарила. В общем, картофельные драники и добавила колбасу и чеснок. Просто кусочек был колбасы и чесночок туда. Вот такие драники получились. Доброе утро. Ой, ну кто этот такой деловой? За 5 минут, за 3 секунды успела этот образ сделать. И ты что тут кашеваришь? Я кашеварю бомбочку для ванны. Бомбочку для ванны делаешь? Что, какой-то рецепт нашла? Да, вот. Нашла вот в гугле рецепт бомбочек для ванны. Да ты что? И что, все получаете у тебя? Да. Дорогая, я лимонную кислоту не смогла найти, пока мама не пришла. А листочек тебе зачем? А листочек там надо, чтобы сделать форму. А, да? Да. Надо вот эту всю массу, надо, чтобы она была даже не милейшего комочка. Вообще. Надо мешать до измельчения комочков. Вот так вот. А что бомбочка тогда маленькая будет тебе? Вот у меня емкость. А, под эту емкость, да, ты сделала? Ну, я подумала, чем меньше, тем меньше она будет высыхать. Чем больше, тем дольше. А, ну да, логично. И она сказала так, ну, у нее вот маленькая емкость что-то, а у меня большая. У меня, наверное, будет, ну, не знаю, три часа будет высыхать. Высыхать. Да? Высыхать. Понятно все с тобой. Ну, ладно, делай кошеварь. Короче, я вроде... Изобретатель ты тут маленький, короче. Я засыпаю. Надо это потом очень сильно утрамбовать. Угу. Ну что, пофотографировались, теперь идем домой. Всем привет. Ну что, мы пришли. Ах, сегодня у нас вообще денек такой, мы так устали. Честно сказать, у меня сегодня просто рекорд, представляете? Я сегодня находила 26 569 шагов. 1026 калорий я сожгла, представляете? Все, вообще просто я в шоке. Был у меня максимальное 23 с чем-то. Но 26 800, такого еще у меня не было. У меня сегодня просто реальный рекорд. Вот, так что я в шоке. Я, конечно, очень устала. Если честно, я сегодня вообще не отдыхала. Прибежала с работы, потом к Веронике. Потом мы пошли с пацанами гулять, фотографироваться. Я их фотографировала в лесу. Вот. Это еще та задачка, когда они маленькие. Они не понимают, что нужно просто на месте там что-то смотреть. И просто начинают убегать, разбегаться по разным сторонам. Мы их еле поймали, они врываются из рук. То есть невозможно вообще просто вот так статично их сфотографировать. Но у нас там парочку все равно фотографий было, потому что мы их покатали, успокоили маленько, погуляли. И они более-менее так на 3 минуты могли еще там посмотреть, что там. Так что где-то кадры получились, где-то не получились. Сложно это делать, честно. Малышей ловить, фотографироваться. Хотя, знаете, в голове такие кадры красивые. Но воплотить в жизнь иногда просто нереально вообще. Бывают послушные прям малыши, а бывает вот просто они разбегают, им интересно и поймать сложно. Вот. Так что пофотографировались. Я втройне устала. Потом мы еще пришли пока. Дальше мы фотографировали уже одежду. И все. Сейчас пришли, будем делать уроки. Уже сколько вечера? Это уже 7 часов вечера. И я, мне кажется, сейчас просто помоюсь, улягаюсь и буду спать. Что у меня сегодня просто сумасшедший день. Вот. Завтра Вероника будет выступать тоже. Завтра Кипиш опять будет. Вот. Сегодня позвонили. Будет выступать где-то в библиотеке. Не знаю. Посмотрим. У нас, кстати, на улице такая погода. 27 градусов. Жара. Правда, ветерочек такой. Но все равно хорошо. Вот. И я такая думаю, так, летние вещи. У меня ничего не готово. Сегодня футболку хоть нашла. Потому что жарко. Не знаю, что одеть. В джинсах жарко. В кроссовках жарко. О, вообще резко надо все перебывать, переодевать. Резко нужно менять одежду. Я вот сейчас достаю летние вещи. Некоторые вещи, конечно, уже все равно, там, второй год начинаешь носить. Они уже выходят из строя при постоянной носке. Надо на замену что-то покупать свеженькое. Так что сейчас прям у меня голова забита обновлением. Надо хотя бы обновить немножко гардероб. Потому что я реально давно именно вот просто такое летняя. Я один раз как-то себе так закупила. И так из года в год ношу. Сарафанчики одни и те же. Как-то все. Думаю, надо, наверное, какое-то свежее что-то себе купить. Потому что три года я, мне кажется, вообще не покупала ни сарафаны. Ничего такого. Вот, кроме как кроссовки, потому что они у меня постоянно летят. Я себе ни брюки летние не покупала, ни костюм никакой. Ничего такого нет. Надо хоть какой-то костюм или спортивный. В чем работать, ходить. Потому что жарко, надо что-то легкое такое. А то у меня все теплое. Вот, так что я прям сижу сейчас и ищу. В чем ходить лето? Катастрофа. У всех так или напишите, или вы заранее еще с зимы закупали, когда была распродажа, например, закупали себе какие-то летние обновочки или постоянно подновляете. То есть, я реально вот одно, один момент как-то закупилась и все. И забыла. Так, носила, носила. А сейчас хочется что-то уже свеженькое, современненькое. Надо поискать. Ладно. Ладно. Буду пить воду, потому что очень жарко. Так пить охота невозможно. И пойду отдыхать. Так что, всем пока-пока. До встречи в новом видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...